Микс Ньюс Наш гость сегодня это президент Латвийской автомобильной ассоциации Андрис Кулбергс. Доброе утро. Доброе утро. Сразу напомню, телефон напрямого эфира 67212-93-9, 67213-93-9, номер ватсапа 2306191. Если руки у вас свободны, вы не за рулем можете писать, или не за рулем мотоцикла, может быть. Все возможные способы передвижения, об этом тоже поговорим. Так что пишите, прочитаю ваши вопросы или комментарии. Ну что ж, начнем, наверное, со статистики. Таким поводом нашей встречи послужило сегодня. Это именно те машины, которые, ну, понятное дело, что упали продажи, и пандемия, наверное, на всем отразилась. И мы тоже видели, что и это ассоциация цифры, что падают продажи, регистрация автомобилей, и вот этот топ самых популярных машин, об этом тоже мы поговорим. Поговорим, но да, начнем с пандемии. Как вы, как отразилась она? Да, ну, полгода уже прошло, как видим, 2020-го. Надеемся, что этот год быстрее закончится, чем другие, и проскачет мимо нас. Смотря на ситуацию в авторынке, конечно, она довольно трагичная, как и другие отрасли также. Но как-то мы думали, что ситуация будет еще хуже, но я бы сказал, довольно позитивно вообще эту пандемию Латвия как страна провела. Также спасибо и правильным шагам государства. Это было довольно быстро и четко было по сравнению с другими странами, так как мы участники Евроассоциации автопроизводителей и торговцев. Там видно было, что Латвия находится в довольно приличной ситуации по сравнению с Испанией, Италией, Португалией, даже в Великобритании, где цифры падали на 93-96-91% рынка. То есть там полностью закрылись все бизнесы, в том числе автосалоны, автосервисы. И автопроизводство тоже. Конечно, автопроизводство как таково, и все поставщики. То есть такая ситуация вообще в Европе еще никогда не была. Даже в военное время такое не было, что во всех странах практически все зависло. В том числе, в этом плане в Латвии с 30%, что мы видим сейчас, в общем счете в годовом, и июнь показал минус 23%. Это уже как бы более позитивные цифры по сравнению, что было, конечно, в апреле и в мае месяцев это был спад минус 55%, что существенный. Если понимаете, что май и апрель это тем месяца, когда вообще продовольствие автомашин и поддержанных, и новых, это самые-самые важные месяца года, когда самая продажа идет, и все готовы этому были. Что значит у всех склады машин, у всех готовность. Так как зимние месяца и начало года, это всегда бывает в автоторговле, такие минусовые месяца. А почему именно в август, апреле, май? Ну, это очень связано с тем, что солнышко появляется, эмоции позитивные. Люди хотят что-то новое в своем жизни, это новая машина, новая квартира. То есть это те месяца, когда все что-то начинают делать и к лету готовятся. То есть это традиционно каждый год, да? Это традиционно всегда бывают все главные месяца, когда именно самый пик продаж происходит. Вот и пандемия попала в самое худшее время. Было бы зимой, и рестораны как бы прожили это, так как рестораны так же, как и отели, так же лето – это самая важная часть бизнеса года. Вот пандемия попала совсем не вовремя, как всегда это бывает. Но видим, что ситуация улучшилась полмая, и уже июнь показывает по суете, по объемам интереса, что мы возвращаемся более-менее к каким-то нормальным действиям бизнеса. Что и показывает на цифры, цифры, конечно, опаздывают. Но в этот весь год мы смотрим, первоначально смотрели как минус 50% спада, то сейчас видим, что это будет 30%. Все равно 30% – это много, понимаете, это влияет на все бизнес, на всю отрасль. То же самое мы можем и видеть по сравнению с коммерческим транспортом, то есть там так же. И совсем грузовой транспорт – это уже довольно плохая ситуация уже с прошлого года, 2019 года зимы, перед зимой уже началось спад. И это пандемия, конечно, еще добавила, но это уже проблема стратегическая, проблема Латвии в логистике, в транспорте. У нас спад железнодорожный уже 48% также, и в портах то же самое происходит. И, конечно, это отразится на дорогу и коммерческий транспорт. То есть у нас грузовые машины уже в прошлом году начали покупать меньше-меньше. Минус 50-60%, и этот июнь месяц этого года уже минус 80%. Так что эта отрасль очень чувствует ситуацию. Показывает, что у нас не покупают грузовые машины, ездят на тех, которые есть? Конечно, то, что ездить на тех, которые есть, именно так. И многие каналы закрылись, как проблемы с Россией, с перевозками в Беларусь, Россию, Украину. То есть это все тоже очень влияет. То, что позитивно видим, что, конечно, первый раз вообще в истории мы видим, что частные лица покупают настолько процентуально много машин. Это 39% июня было частные лица. Что это такая цифра у нас никогда не было. Это всегда юридические лица или конкурсы, тендеры были те, которые занимают большинство. Так что это позитивный шаг, так как это должно было быть современным, нормальным рынком. Это должно быть 50 на 50, и мы к этому стремимся. То есть это когда человек, например, имея фирму, он покупает машину не на себя, как правило, а на фирму для того, чтобы ПВН избежать. И, конечно, ситуация влияет не только рынок, но и даже проблема с финансированием, конечно, это существенно влияет на объем продажи и дальнейшую ситуацию, так как все строже и строже становится, и все труднее достать банковское финансирование из-за того, что вообще мы видим, два года назад началось с этими IML и всеми новыми требованиями фильтров банков, фильтрованные клиенты, данные клиента, и это влияет. И тоже пандемия довольно серьезно влияла на это, так как некоторые банки имеют даже список отраслей, которые вообще не финансируют из-за потенциального риска, но стало труднее. – Если говорить про машины, которые у нас вообще про автопарк, говорят, что у нас достаточно старый автопарк, это из года в год, что у нас машины новые не покупают, при этом, если посмотреть статистику, вроде как достаточно много у нас регистрации новых автомобилей. Новые все равно до сих пор занимают очень мало, всего импорта, что импортировается в Латвии, поддержанные машины составляют все равно 72-71% из общего импорта. И также мы видели, что в месяцах мая и в апреле очень снизился объем импорта поддержанных автомашин. Это связано с тем, что с логистикой были большие проблемы, закрылись многие компании, которые в странах Германии, в Италии, Испании, Франции, Голландии, откуда поставлялись наши машины. Поэтому сейчас в июне мы видим только спад минус 12%. То есть вообще, я думаю, многие из тех, кто не смог привезти, сейчас привезли в июне и торговля происходит. Проблематическая ситуация видно в том, что уже несколько лет с 2013 года мы видим, что тот импорт, который импортируется в Латвии, он очень стареет. То есть за полгода этого года более чем 61% из машин, которые импортируются, поддержанные в Латвии, были старше 10 лет. То есть мы практически забываем латышский рынок съезженными машинами, то есть старыми. И главное, что дизельные автомашины составляют 85-86%, что очень много и неадекватно к тому, какие обстоятельства, как люди едут в Латвию. То есть если люди покупают новые машины, бензиновые двигатели составляют 63-64%. То есть когда новые покупаем, мы покупаем, правильно покупаем бензиновые машины, но если поддержанные, то дизельные. И это связано с тем, что в Европе довольно жесткие меры сейчас на дизельные автомашины уже довольно несколько лет, и эти машины становятся дешевле, и от них хотят избавиться, именно от старых дизелей. Поэтому мы становимся страной, где просто этот хлам, извините, приезжает и остается. То есть мы как страна должны будем как-то с этим бороться, и где-то потом мы все должны будем платить за утилизацию этих автомашин. Поэтому структура нашего автопарка не в правильном направлении. Вы скажете, наверное, что да, люди не имеют средств, чтобы покупать что-то лучше. Я совсем не уверен в этом, так как если цифры показывают совсем другое. То есть экономика у нас растет, ну, конечно, до пандемии. Средняя зарплата растет, уровень жизни растет, несмотря на все, что говорят нам. И также мы это видим по месячным платежам автомашин. То есть сейчас люди из-за того, что нету, настолько легко не достать финансирование. Серая экономика до сих пор у нас нормально продолжается. И люди деньги имеют, но они не могут финансирование достать. Поэтому не банковские финансируют, а финансируют именно тот слой автомашин. 10-12 летние, 5-6-7-8 тысяч, 10 тысяч евро в цене. И там люди платят даже 280 евро в месяц, чтобы ехать ужасно проезженные автомашины. То есть этот платеж 280 евро – это существенные деньги, за которые можно легко купить новую полностью автомашину с гарантией, с никаким пробегом и ехать. То есть мы видим, что люди неправильные стороны свои деньги вкладывают. И, конечно, людям надо ехать, они хотят ехать. И если им не могут они достать эти финансированные новые машины, конечно, они будут продолжать ехать. И вот эти старые машины – это существенная проблема для нас всех. То есть даже старые машины люди покупают в лизинг? Нет такого, что они платят за них? Конечно. Покупают, потому что они могут целиком, например, купить? Сбережения у нас в Латвии с сбережением не так хорошо. То есть первые износы и сумма 80, сумма 1000-2000 – это сумма, которой люди могут позволить и купить машину, конечно. Но тот сегмент, и мы до сих пор видим, что люди хотят перемещаться с BMW, с Audi, с Mercedes поддержанным, и с Jeep, и, конечно, и там финансирование должно иметься. Но, конечно, не банковское финансирование, если вы берете там на 5 лет 10 тысяч евро машина стоит, например, то есть вы заплатите 5-7 тысяч евро сверху просто для тех, которые вам займ дает деньги. То есть машина половина практически из этого. Ну а что делать? Как людей образовывать и как им рассказывать? Потому что, может, вы сказали, да, Mercedes, Audi и BMW, что получается, что у нас человек лучше купит постарее Mercedes или BMW, чем, не знаю, поновее Skoda или Mazda. Это меняется. Мы можем даже посмотреть на Эстонию. Эстонский рынок очень хорошо показывает, что случается, когда экономика серии уже довольно низком уровне. Средний слой хорошо и нормально живет и чисто живет, что чистая зарплата чистая. И мы видим, что там совсем нет проблем с финансированием. И нормально люди покупают Volkswagen, Toyota, Renault, Apple и другие марки. И ежедневным пользованием не нужно ехать с старым 10-12-летней автомашиной. Это настолько дороже. Если по финансам посмотрите в целом, эти ремонты, все это будет существенно дороже. Реально дороже. Конечно, люди эмоциональные, они хотят сейчас, сейчас я хочу ехать. Это будет моя машина, которую я выбрал, не будет портиться. То есть, обманивают себя, так как проезды у нас. Мы видим где-то в тот сегмент 60-80% из машин. Километраж уже изменен, сейчас популярно, 120 тысяч километров. То есть, ни одна из этих машин, конечно, не 120. А то есть, все 10-летние машины подкручивают на 120 тысяч километров? По статистике, если посмотрим всю европейскую статистику в Германии, то 10-летняя машина 100% была однажды в аварии. Таких машин без аварии вообще не существует, если мы смотрим на сегмент 10-летних машин. То есть, вы себя обманываете 100%, если говорите, я бы купил машину, не бывшую в аварии. 100% одна авария была. Уже 2-3 тоже вероятно, но одна тоже. Так, звонок у нас был. А, вот, вернулся. Доброе утро. Доброе утро, слушаем вас. Перезвоните нам, мы вас не слышим. Зачитая пока в WhatsApp предложение пришло, я заметил недавно очень новые, очень дорогие автомобили в Риге с латвийскими госномерами. Может, это куплено на европейские кредиты для преодоления пандемии? 4 миллиарда евро. Нет, сейчас было некоторых мероприятий, Макларен организовал, также Порше организовал, были прибалтийские мероприятия, где и журналисты, и клиенты. То есть, это не значит, что все машины латышки вкуплены и останутся. Так, все-таки перезвонил нам человек, доброе утро, слушаем вас. Доброе утро, извините, такая немножко несогласия, сначала там вопрос. Первое, что уровень жизни у нас особо не поднес, мы не достигли уровня жизни предкризисного 2008-го, потому что если перевести латыш, цех зарплат в евро, теперь эта зарплата осталась на том же уровне, мы только ее достигли. А расходы увеличились, потому что цены, по отношению к 2008-му году, у нас увеличились здорово. И на продукты питания, и на коммунальные услуги, и на жилье. И третий, второй момент, что уровень жизни не вырос, еще никуда не растет, только догоняет прошлое. И второе, что все-таки большинство подавляющее население, которое покупает машины, вынуждено покупать бэушные, и не в кредит в основном даже, потому что выплатить проблематично, или проценты большие переплаты, потому что большинство подавляющее живет очень низким уровнем жизни, в среднем, грубо говоря. Поэтому немножко не совсем верное рассуждение. По поводу продаж, то же самое, у нас кризис только грозит, он не только связан с коронавирусом, к сожалению. И коронавирус тоже не кончился, судя по всему, что иммунитет не более трех месяцев существующий держится у большинства подавляющее население. И второй момент, что этот же кризис, он финансовый, мы шли к нему, Европа к нему шла, он будет развиваться, и будет здорово развиваться. Поэтому еще все впереди, поэтому говорить, что радоваться, что мы выходим из чего-то, что у нас что-то начинает шевелиться, это временное такое явление, потому что через год-два мы пожмем все эти, и безработица будет увеличиваться, она и сейчас увеличилась в связи с коронавирусом, она будет увеличиваться в связи с финансово-экономическим кризисом, еще неизвестно, что в Европе будет. Поэтому немножко радужных надежд я не питал бы, как ваш гость говорит. Но и второй момент по поводу новых машин, мы не можем себе большинство населения позволить. Это могут же позволить только выше среднего уровня жизни люди, которых в Латвии в процентном сандашении довольно мало. И, соответственно, количество машин, которые продаются даже новых, очень мало. Сами же вы говорили эти цифры. И, по идее, они покрывают только тот слой населения, который может себе это позволить. Поэтому население умеет считать, я защищу. Оно практически считывает каждую выгоду, что невыгодно. Если брать BMW, Mercedes, я не возьму, потому что я не могу себе позволить его эксплуатацию по расходу, обслуживанию техническому. Машина новая, соответственно, обслуживание очень дорогое, чем я возьму, BMW, допустим, шестилетку или пятилетку. Этим я новую, и сервизы. Понятно, сколько стоит просто даже обслуживание машины. Спасибо большое. Мы вас поняли. Спасибо. Ну, во-первых, это довольно популистично смотреть, что мы еще находимся в худшем, чем 2008-м. Цифры, все цифры экономические показывают, что мы уже вышли дальше и по средней зарплате, и по экономике мы уже впереди. Конечно, не все, не все слои, не все. Конечно, у нас есть разница. Конечно, мы не достигли тот уровень продаж, который был тогда, но тот уровень продаж, когда был перед тем, это был тоже пузырь, который не показывал нормальный рынок. Там финансирование давалось направо, налево, и тому, который не смог это даже потянуть. Но то, что мы видим сейчас, это главная составляющая, это проблематичный вопрос с финансированием. То есть, если есть финансирование, если есть улучшение, в том плане будет и возможность людям покупать. Посмотрите сами. 280 евро платить за старую машину, это та же самая сумма за новую. То есть, если вы будете брать финансирование, которое банковское, там только переплатите 1000 евро на эту сумму, не 7000 евро. То есть, это существенная разница, где вы просто выкидываете деньги не на машину, не на свой продукт, но на просто финансирование. Поэтому мы с государством сейчас также и работаем над этим вопросом, чтобы был план, новый план, так как на нас, как часть Европы, тоже связана наша обязательность по поводу климата, зеленого климата, обязательность на СО2. Мы должны и в Латвии сделать займуэмиссию сегмент, то есть, сегмент низких эмиссий. И в плане есть с государством переговоры, чтобы такое уже с следующего года состоялось. Это машины ниже 115 граммов, которые имели бы специфичные от налогов, то есть, нулевые налоги, и также подмога с точки зрения финансирования, то есть, чтобы первый износ бы был, например, поддержан, и чтобы это было более интересно, такие люди, которые покупают пятилетние, шестилетние машины, покупали бы зеленого сегмента автомашин. А это только электромобили или гибриды? Это нет, 115 граммов, в этом попадают, конечно, электро, конечно, гибриды, но совсем не все могут покупать электромашины, но к этому мы должны стремиться идти. И в это попадают и также нормальные, то есть, малолитражные бензинодвигатели и даже дизельные двигатели. Даже дизель? Да. Но с маленьким объемом. И новый, наверное. Ну, и новый, или чуть поддержанный, то есть, трехлетний. У нас вот по поводу электромобилев, мы знаем, что каршеринг не так давно зашел, активно начал продвигаться, и, в общем-то, люди как-то даже так приняли и пользуются, насколько мы знаем. Вообще-то есть такие существа, что зачем нам этот электромобиль, он худший, он все. Это нормальный процесс, через чего проходят собедрибы. Момент принятия психологии. Но мы видим, что интересная электромашина не только в новых. Мы сейчас видим, что довольно существенно появляется импорт поддержанных электромашин, несмотря на то, что у нас, то есть, нетворк, ну, наша сеть не развита, и ситуации нет у нас специфичных, то есть, подмог и налоговый, то есть, интерес, но люди имеют интерес и импорт, например, в этот год, полгода уже 23 Теслы пригнали, поддержанные по сравнению 8 Тесл в прошлом году, несмотря на то, что у нас сколько рынок упал. То есть, интерес есть, и мы увидим намного быстрее электромашины, гибридные машины, чем вообще мы смогли подумать. Из-за этой пандемии 70% из европейских стран сейчас имеют специфичные подмоги, экономическую подмогу автоотрасли, списывание старых 10 и старших машин, при покупке гибридов электромашин получите существенные деньги, то есть, чтобы это произошло. То есть, этот переворот на более экологические автомашины произойдет очень быстро, намного быстрее. Так вот, каршеринг, которым пользуются активно люди, сейчас мы вот видели как раз, да, что электронная автомашина активна. Вообще мы можем перейти вот на эту модель, когда мы не ездим на машине, мы понимаем пробки и прочее. Не станем владельцем. Да, не будем владельцами, а будем пользоваться вот каршерингами, самокатами. Мы видим, что мы не могли даже подумать, что такой бизнес мог бы нормально работать в такой, как в Риге, например. В небольшой стране. Небольшая, да, город же по сравнению, то есть, многие говорили, там должно быть 3 миллиона минимум. Видим, что работает, и видим, что в Прибалтике мы очень активны и что-то новое мы довольно быстро осваиваем. И видим, что каршеринг сам по себе уже работает, скутеры, это уже все работает. Люди очень пользуются этими, и это будущее. Будущее в том, и видим, что будущее в том, что мы не будем владельцами, мы будем пользователем. Не будем одной машиной пользоваться, и все. Мы будем пользоваться мобилой, и что значит, мы будем иметь какой-то платеж ежемесячный, и будем по нуждам. Надо сегодня мотоцикл, буду на мотоцикл, надо босик, буду на босике, хочу съехать на уикенд с кабриолетом, съеду. То есть, это будет часть из нашего мобилы, то есть, наше перемещение. Главное, что такой город, как Рига, должна осуществить, это общественный транспорт. В таком положении, как он сегодня, это вообще неприемливо, так как настолько много населения живет при Риге, при городе. То есть, перемещение, это проблематическое. Все видим, что существует сегодня на дорогах к Риге. То есть, такой объем транспорта, поток внутрь города и за городом, это пробки только увеличиваются. А общественный транспорт должен быть как связь между тем пригородом, а его не осуществует. То есть, люди не будут ехать с общественным транспортом, если будет таким образом. А у вас это не вызывает у вас некоторые опасения, как представители автомобильной ассоциации? В ваших интересах, наверное, логично было бы думать, что вы за машину, за машину. Правильно, но перемещается бизнес, бизнес перемещается на этот именно, что я говорил, как вы говорили, каршеринг, это то же самое, автомашины. Это будет просто изменение всего транспорта. Это количество, я думаю, останется и будет расти все равно, посмотря на то, что Латвия имеет самый третий низкий, второй низкий объем автомашин на тысячу населения по Евросоюзу. Мы только в нижнем уровне. То есть, я не вижу предмета, почему это должно снизиться. Это будет только расти вперед, так как экономика развивается. Пишет нам в WhatsApp, в Старой Риге есть педальный автобус для развлечения туристов, самый экологичный транспорт. Также задает нам вопрос, кто владелец каршерингового бизнеса, но у нас несколько компаний. У нас несколько есть, есть и литовские, есть и латышские, есть и другие. Знает ли ваш гость, что частота выхлопа современных дизелей соответствует нормам? А, ну вот мы об этом поговорили, что да, даже дизельная. Поэтому, что в этом сегменте должно быть не электро или гибрид, это будет слишком маленький, узкий и никакой пользы нашего общего рынка, не рынка, а общего парка не создаёт. Поэтому мы должны стремиться к более чистым машинам. То есть, 10-летняя машина, 12-летняя машина настолько засеряет воздух и пространство по сравнению с технологиями, которые находятся в новых машинах, даже дизельных и бензиновых. То есть, это существенная разница. В Германии при покупке гибрида или электромобиля государство выделяет покупателю 9 тысяч евро. Латвия это сможет? Да, именно это было то, что я говорил по поводу того, что я слышу, что происходит сейчас в Европе. То есть, в процессе находится, что 70% из стран работает над этой темой автоотрасли, так как автоотрасль очень важна сейчас экономика. Даже у нас в Латвии 5,2% из ИКП занимает именно автоотрасль. То есть, каждый евро, что вы вставляете, вы будете больше получать как налоги обратно. Но то, что говорит даже в Румынии, это самый интересный пример, что Румыния, вы максимально можете получить 13,5 тысяч евро в подмогу, покупая электромашины. Подмогу вы имеете в виду кредит или что это? Нет, государство доплачивает вам, если вы выбираете именно… 15 тысяч евро? Да. То есть, если я сегодня, вот у меня нет машины, предположим. Нет, в Румынии вы должны иметь старую машину. У меня старая дизельная машина, 15-летняя. Вы сдаете ее на утилизацию, получаете справку. Покупая именно электромашину, вы получаете максимально 13,5 тысяч евро. Но в Латвии пока такого нет, но мы видим, мы уже в разговорах с нашим ВАРом и с политиком, что такое мы должны тоже следовать в Латвии, если хотим наши цели достичь. И я думаю, мы в Латвии могли бы говорить и видеть какие-то направления на 3-5 тысяч евро в подмогу именно гибридным и электромашинам. Ну, вот, так вот, вас послушаю, вроде здорово, что новый парк, новые машины, да, мы знаем, что даже новый дизель, он более экологичный, чем, например, старый бензин. Но при этом такое некое потребительское отношение. Получается, что каждые 3-4 года человек должен менять машину на новую машину, а старые… Что это? Это должна быть правильная переработка? Как это работает? Это все равно происходит. У нас в среднем Латвию меняют в течение 4-х лет, 4-5, некоторые 3 года, и это нормально. Люди хотят что-то поновее, что-то поинтереснее, это нормальный процесс. Поэтому мы, как страна, не должны стать последним пунктом этой машины, где она остается, то есть мы должны тогда заниматься утилизацией, то есть как страна. И зачем нам, где мы будем, это же деньги, это каждый из нас будет платить, чтобы эта машина должна была утилизироваться. То есть это неправильно. По поводу новых машин, это тоже такое всегда, когда вот смотришь статистику о новых машинах, это всегда показатель, вот даже если люди говорят, что мы плохо живем, плохо живем, потом вот так вот посмотришь, Bentley, Porsche, Audi, BMW 7-й серии, Mercedes, еще Porsche, ну то есть как-то так… Это в глаз, кидается в глаз, это и в Риге, как мы видим, отношения с других стран, Рига, 60-80% из бизнеса происходит в Риге, и поэтому концентрации именно новых машин мы видим в Риге. Но если по сравнению с такими, если просто цифры возьмем, мы отстаем от Европы на 40% по поводу премиум-сегмента, то есть премиум-сегмент не настолько большой, как нам кажется. В глаза бросается, но по цифрам это не так. Почему так? Потому что мы еще не достигли тот уровень, который по новым автомашинам, и это в Европе видим, что премиум-сегмент даже выше, несмотря на то, что мы видим в Риге. То есть это психологический момент, что мы видим здесь, это не так. По поводу привычек еще и влияния пандемии, хотелось бы поговорить. Мы видели, что остановились самолеты, и все, они летают больше, при этом люди стали выбирать по той же Латвии, потом по Прибалтике, сейчас выбирают либо кто велосипеды, кто на машинах. Поменяет ли это привычки людей покупать не маленькие машины, например, а паркетные джипы, джипы более крупные? Видим, что вообще, что случается в Европе, например, в Голландии. В Голландии сейчас, чтобы перемещаться на общественный транспорт, только 25% может из тех 100, которые перед тем перемещались из-за пандемии, из-за новых обстоятельств. И люди из-за этого сейчас очень активно покупают маленькие, поддержанные автомашины. То есть люди переходят на свой личный транспорт, так как это более безопасно. У нас эта пандемия не настолько еще пришла, чтобы мы так реагировали, но все равно видим, что люди хотят свой транспорт, чтобы себя защитить. И эта тенденция идет через всю Европу, это видно. Второе, что видим, что в сам пик пандемии, когда май, апрель, март был, люди меняют свои машины. Они пересаживаются с большого джипа, она меньше, или с большой автомашины на маленькую. Меняют Volkswagen Touareg, например, на Golf. Это видно и чувствуется, чтобы люди просто хотят перемещения, но понимают, что надо думать и более экономично. Так, у нас опять был звонок 67212-93-9, 67213-93-9, перезвоните нам. Так, по поводу дорог, есть ли в Латвии перспектива производить массовую свою легковую машину? Я думаю, что если будущее, то в Латвии производить компоненты у нас есть уже очень хорошие и довольно большие компании, которые производят компонентов для производителей, для Мерседеса, есть для BMW специфичные оборудования. Будущее, где я вижу, что если настолько быстро будет разрываться именно электроавтомашины, машины, я не думаю, что мы не та страна, у нас не хватает того опыта. Но я думаю, что снабжение именно ИТ-технологий, снабжение программатуры, автопилотные, я знаю и вижу, что в Эстонии, например, есть опытный полигон и разрабатывают они довольно близко к автопилотным электромашинам, где Таллиннский университет уже имеет образцы машин, которые уже едут сами. То есть мы можем, почему нет, можем, конечно можем и видим, что это возможно. Поэтому будущее, например, в сеть зарядки, это важная часть Европы сейчас будет вкладывать огромные деньги именно в сеть зарядки. Из-за пандемии, был план перед пандемией, что Европа должна иметь в 2023 году миллион зарядочных станций, то сейчас поменялось и сказали, что надо будет быть 3 миллиона. То есть за то же самое время. То есть вкладывание в эту технологию будет происходить очень быстро. Также видим, что батареи, что сейчас в развитии батарей, мы находимся вообще в самом-самом нулевом пункте сейчас. И будущее просто невероятно, что будет происходить. Это каждый день, каждый день добавляет, снимается один грамм веса и добавляется один киловатт, чтобы мощность. То есть мы видим, что развитие происходит очень-очень быстро. Так, еще один звонок успеем принять. Доброе утро. Очень коротко попрошу, мало времени у нас. Да, доброе утро. Я, походу, 3-4 года поменять машину. Зарплата 500-700 на руки. Немножко так легкую улыбку, если не сказать жестче. Вызвали. Ладно, спасибо. Я и говорил, не все слои населения именно могут участвовать. Это проблема Латвии таковой. Мы должны бороться, чтобы все слои росли вверх. Да, он прав, но не у всех. Мы видим, что сейчас очень трудно достать слесарей, то есть механиков, сервисы, зарплаты существенных. Хорошие, очень хорошие, даже выше, чем в офисном работникам. И до сих пор трудно достать. То есть как это? Люди говорят, что мало имеют, а мы увидим, что не достать хороших мастеров. То есть это не сходится. 1200 евро – это зарплата мастера слегка. Вот по поводу наших слушателей один из упомянул. Не ожидаете ли вы некого спада? Потому что сейчас понятно, что туристическая отрасль остановилась. Это тоже, наверное, такой средний слой неплохой был. Не ожидаете ли вы, что вот сейчас вроде все ничего оживает, но к концу года, например, мы увидим, что все равно это и ресторанный бизнес. И понятное дело, что… Академия все равно, это не будет V-образный возврат в экономике, это 100% будет L-образный, что значит, что мы с этим будем бороться еще, и вся Европа будет бороться 2,5 года, 3 года точно. И это право, это будет не сверх, будет какие-то вау, лучше, мы видим, что в Европе это происходит, но Латвия намного лучше подготовила себя, у нас нет этого пузыря, у нас нет этого пузыря, который был перед тем, то есть нечем лопнуть на данный момент. Скопление денег в население сейчас на самом высоком уровне, который вообще исторически был. Мы боялись. То есть люди имеют средства, и это хорошо, и это правильно, и не тратить его просто так, и это правильно. И видим, что займ денег на самом низком уровне на данный момент, что мы готовы к этому. И я не думаю, что мы будем, будет нелегко, но не будет и существенно плохо. Конечно, логистика, конечно, географическая ситуация, что политическая, что происходит, да, будет влиять. Пора заканчивать нам президент Латвийской автомобильной ассоциации Андрей Сколбрекс был у нас в гостях. Спасибо, всего хорошего.